Когда Олесе Обросимовой было 19, она училась на преподавателя немецкого языка. Несмотря на заманчивую работу за границей, учебу бросила. Захотелось экспериментов. Покрасила волосы в синий цвет. Творческий порыв направил ее в лицей. Закончив парикмахерские курсы в Хабаровске, Олеся стрижет волосы уже четвертый год. Я выбираю работу именно ту, которая нравится мне. То есть, допустим, я люблю креативные стрижки, я делаю креативные стрижки. Я люблю окрашивание и колористику, я делаю окрашивание и колористику. А какие-то, ну, как сказать, когда я вижу, что клиент уже не мой, это чувствуется изнутри, что клиент не мой, я его просто не буду брать. В этом я теряю заработки, естественно, но зато я получаю моральное удовлетворение от работы, причем постоянное. И радость общения с клиентом. Александр стрижется у Олеси второй год. Считает, что ему повезло. На та же, что и в других салонах, но... Здесь меня устраивает сам мастер. Вот я пришел, объяснил, сделайте мне то-то-то. Мне вот именно так и сделали, как нужно. Ни больше, ни меньше. А теперь главный вопрос. Сколько же получает этот креативный мастер? Максимальная зарплата за месяц, отработанный без выходных, у меня была 10 тысяч рублей. Это было еще до декрета. Сейчас 2 700 за тот месяц. Получается, работа для Олеси – это скорее хобби. Пока нянчит сына Федора, работает по полдня. Его же семейный бюджет на троих членов ее семьи выходит по 10 тысяч рублей. Но счастье от этого не убавляется. У меня муж, который, в принципе, дает мне возможность самореализовываться на работе, не терять навыков, но, тем не менее, при этом ничего за это не получать. Больше денег мастер ценит волосы. Олеся очень переживает, если приходится по прихоти клиента портить природную красоту. Когда моя подруга с волосами ниже талии попросила ее обесцветить и покрасить в синий, мне было жалко просто. Мне было жалко обесцвечивать такие длинные натуральные волосы. Но? Но ходит синяя. Олеся стремится стать профессиональным колористом, разрабатывать схемы окрашивания и посвятить всю жизнь свере красоты. А деньги, считает мастер, ее сами найдут. Екатерина Богдан, Ульяна Сотникова, Николай Фарафонов, Телемикс.